Мы продолжаем серию публичных лекций проекта Агахана Челоковедния, Университет Центральной Азии, который у нас проходит в контексте взаимоотношений гуманитарных и естественно-научных знаний в цели формирования межсплинарного дискурса в Центральной Азии. Миграция сегодня, пожалуй, становится главной темой во всех частях мира. Люди мигрируют в силу экстренальных угроз, таких как война, голод, экологическая катастрофа, так же, как и перемещение принимающей страны по нахождению наиболее благоприятного условия для своего развития и будущего для своей семьи. Помимо этого, мы наблюдаем также и социальное конструирование миграционных процессов на уровне государственных институтов. И мы видим это сейчас практически во многих странах идет активизация именно этого подхода. Но главное, конечно, во всех этих процессах – это человеческие судьбы, семейные драмы, война, риски. И обратные вопросы со стороны принимающей страны – это угрозы по формированию внутри принимающей страны иные культурные, этнические, религиозные анклавы, которые, к сожалению, становятся главными аргументами в борьбе с миграционными потоками, будь то в России, в США, в Европу и других странах. Миграция – это не только вопрос, по-видимому, связанный с трудовыми потоками, но и с вопросами культурной идентичности в другой национальной среде. Это вопросы адаптации мигрантов к новой социальной и культурной среде и достойное существование в другой стране, которые включаются в вопросы, связанные с процессами межгосударственной интеграции. Можно ли говорить сегодня о кризисе проэллистической модели существования людей, народов, культур сегодня? И как это отражается в самой философии миграции сегодня? Этот вопрос не только практики, но и напрямую связан с концептуальными философскими вопросами нашей реальности. То есть эта тема сегодня действительно сверхактуальна, я бы сказал бы, и выходит за рамки только вопросов о миграции в различных ее форматах. Как раз-таки сегодняшняя лекция у нас будет связана с проблемой миграции на премьере Кыргызской республики. Лектор у нас профессор Айнагул Рызбаева Джошбекова. Она является завкафедрой истории Кыргызстана и этнологии Кыргызского государственного университета имени Арабаева. Это наш давный партнер, то есть мы уже практически давно работаем. И мне очень приятно вновь видеть вас, Айнагул Рызбаева. Тема ее лекции – миграционные процессы в Кыргызстане и интеграция на постсоветском пространстве. Она доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Кыргызстана и этнологии Высшеназванного университета. Автор трех монографий, более 90 научных статей. Прошу вас, Айнагул Рызбаева. У нас, как вы знаете, где-то 45 минут выступления, где-то час. И далее у нас вопросы и обсуждения. Как вы понимаете, это не Zoom, это вебинар. Поэтому вопрос, скорее всего, если Ходича подойдет, она будет регулировать через чат. Я прошу вас, участники, если есть вопросы, вы можете прямо сразу же задавать вопросы, записывать эти вопросы в чат, для того, чтобы мы могли озвучить и начать, чтобы лектор имел возможность отвечать и начать обсуждение вокруг этих вопросов. Спасибо. Прошу вас еще раз, Айнагул Рызбаевна. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я извиняюсь за технические причины. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Вы уже озвучили мою тему. Тема моего выступления. Миграционные процессы в Казахстане и интеграция на постсоветском пространстве. Как вы уже отметили, действительно, миграция касается всех наших стран Центральной Азии, СНГ и всего мира. Большинство, начнем с понятия миграции. Миграция населения сейчас, в настоящее время, обвела огромные масштабы. По оценкам, ООН сегодня в мире с населением 7 миллиардов человек, по крайней мере, 214 миллионов человек проживает в Западе и в странах. Миграция населения является сложным социальным явлением, охватывающим практически все государства мира. Миграция приводит к количественному и качественному изменению населения того или иного региона. Поэтому миграция населения является предметом изучения многих наук. Истории, географии, социологии, демографии, экономики и других наук. Большинство научных трудов проходит понятие миграции как переселение, либо процесс переселения. Процесс переселения – это достаточно комплексный текущий процесс, который касается не только отдельных переселяющихся личностей, но и также все общества, регионы, между которыми люди передвигаются. А международная миграция означает пересечение границы. В узком смысле этого слова – передвижение внутри страны – это внутренняя миграция. Трудовая миграция. Под понятием трудовая миграция понимается миграция людей с целью устроиться на работу в чужой стране. При этом переселение было и идет до сих пор преимущественно из индустриального слаборазвитых стран, экономической развития или промышленные общества, индустриальные нации. Внешняя трудовая миграция по масштабам, значимости социально-экономической жизни Кыргызстана имеет огромную роль, поэтому в этом выступлении мы уделили внимание трудовой миграции. И миграция внутренняя, внешняя регулируется нормативно-правовыми документами. Это законодательство по вопросам внутренней и внешней миграции, многосторонние и двухсторонние соглашения Кыргызстана по миграции, международные конвенции и другие документы. Государственное регулирование миграционных процессов Кыргызской Республики реализуется через концепцию миграционной политики Кыргызской Республики, концепцию национальной безопасности Кыргызской Республики, программа содействия занятости населения и регулирования внутренней и внешней трудовой миграции, программа правительства Кайруман по оказанию содействия этническим Кыргызам и программа правительства Кыргызстана по борьбе и торговле людьми. В настоящее время очень много проблем в области миграции. Миграционные процессы требуют решения этих проблем. Вот основные проблемы, которые обозначены в Кыргызстане. Основные проблемы в вопросах регулирования миграционных процессов остаются неизменными на протяжении многих лет. Органы государственного управления не имеют достоверной информации о реальной численности населения в каждом из этих регионов, что влечет за собой недостаточную эффективность планирования распределения бюджетных средств. Сокращение численности качественного состава населения в стратегических приграничных и сельских районах существенно снижает перспективы развития сельскохозяйственного сектора и других традиционных отраслей экономики. Низкая правовая грамотность трудящихся мигрантов, их недостаточная профессиональная подготовка, информирование граждан о меняющемся миграционных правилах за пределами Кыргызстана, не охватывает большую часть трудящихся мигрантов. Вне сферы государственного и общественного внимания остаются проблемы членов семьи трудящихся мигрантов, особенности детей мигрантов, потери трудового человеческого потенциала страны, издевенчества и проблемы, связанные с незаконной миграцией, трудовая эксплуатация и работорговля. Как уже отметили, действительно внешняя трудовая миграция играет огромную роль в экономической жизни Кыргызстана, и во внешней трудовой миграции находится более 1 миллиона человек. По неофициальным данным, 1,5 миллиона человек и больше. Из них в России порядка 850 тысяч человек, в Казахстане около 165 тысяч человек, в Турции примерно 30 тысяч человек, в Южной Корее около 55 тысяч, в других странах дальнего зарубежья примерно 30 тысяч человек. Недавно я встретилась с молодым человеком, который вернулся из Чикаго, и когда я спрашивала, сколько там Кыргызстан находится, в официальных данных много говорится, что там находится в 2004 году, но он говорит их гораздо больше, больше даже 50 тысяч. Поэтому некоторые данные действительно намного больше, чем здесь написано. В 2022 году на работу в Россию из остальных четырех стран АЭС прибыло 1,7 миллиона человек. Сколько же и в 2021 году. Более половины из них приехали из Кыргызстана, около миллиона человек. Когда мы изучали, какие факторы влияют на внешнюю трудовую миграцию, то прежде всего это безработица, бедность в стране. Основным выталкивающим фактором являются экономические, которые характерны для Кыргызстана высоким уровнем безработицы, низким уровнем заработной платы и спадом производства и так далее. Социально-демографический фактор, свидетельствующий о дефиците трудовых ресурсов в хране приема и их переизбытке в странах отправления. Есть прогнозы в 2050 году в России трудоспособное население сократится до 25% на четверть. Поэтому дефицит трудовых ресурсов сохраняется. Еще есть один фактор. Успешные кейсы, успешный опыт соотечественников служат примером и стратегией развития для молодого поколения. Культурно-исторический фактор основан на знании языка в стране приема и наличии общей истории сосуществования двух государств. Более того, при вступлении Кыргызстана в АЭС и формировании единой миграционной политики данный фактор стал одним из основных, влияющих на рост числа выезжающих граждан Кыргызстана в Российскую Федерацию. Инфраструктурно-географический фактор также влияет на решение граждан выезжать именно в Россию в связи с доступом к различным видам транспортной инфраструктуры железнодорожной, автомобильной и авиационной транспорции. В Бишкек и в городе Ож открыты авиационные линии. Это было вопросом, требованием времени и каждую неделю они выполняют рейсы в Россию. Если говорить о трудовой миграции из стран Центральной Азии, то трудовая миграция из стран Центральной Азии представляет собой одним из наиболее крупных миграционных коридоров в мире. Российская Федерация является глобальным центром протяжения мигрантов наряду с другими странами. До кризиса 2020 года Российскую Федерацию ежегодно посещало около 16 миллионов иностранных граждан. И не менее 30 из них приезжали в страну с трудоустройством. И это сформировало своеобразный, крайне значимый для стран Центральной Азии фактор зависимости от денежных переводов мигрантов. Так, для Кургызстана переводы мигрантов более значимы, чем весь государственный бюджет. Они формируют свыше 33% ВВП. Важную роль переводы из Российской Федерации играют и для других стран региона. Главной целью евразийской интеграции является создание условий для свободного перемещения людей, товаров, капитала и услуг. Эта формула составляет основу Евразийского экономического союза, членом которого вместе с Россией, Казахстаном, Белоруссией и Арменией Кыргызстская республика стала в мае 2015 года. В договоре ЭАЭС 2014 года в статье 96 рассматривается сотрудничество по согласованию политики в сфере регулирования трудовой миграции, оказание содействия организованному набору трудящихся и взаимодействие государственных органов государств-членов. И, конечно, многие преференции, которые были предложены ЭАЭС, привели к хорошим итогам. Итоги в сфере движения рабочей силы из Кыргызстана в Российскую Федерацию, без учета ограничений по защите национального рынка труда, трудящимся не требуется получения разрешения на трудовую деятельность, Трудящиеся принимаются на работу без ограничений, осуществление трудовой деятельности также на основании гражданского правового договора. И доходы от трудящегося облагаются подоходным налогом наравне с трудящимся государством трудоустройства. 12% вместо 30%. И национальный режим в сфере социального обеспечения, это социальное страхование, участие в социальном обеспечении. 12%. Скорая медицинская помощь, прямое признание дипломов и квалификаций без нострификации за исключением документов об образовании, педагогической, юридической, медицинской деятельности. Дети мигрантами посещают дошкольные учреждения, получают образование в соответствии с законодательством стран-членов ЭАЭС. Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государственных членов ЭАЭС вступило в силу 15 января 2021 года. С 2021 года трудящиеся получили право реализовать свои пенсионные права в отношении накопительной пенсии, а также трудовой пенсии по инвалидности и по сути потери кормильца. Кыргызстан стал третьим повелительным поставщиком трудовых мигрантов в Россию из Центральной Азии после Узбекистана и Казахстана. Более того, по оценкам российских работодателей, именно кыргызские мигранты являются в большинстве случаев приоритетными при наборе на работу. Данный факт неоднократно звучал на первой московской выставке вакансий для мигрантов, прошедшей весной 2019 года. Так, представитель компании, занимающейся аутстафингом, Дружинникова, оценивая кыргызских мигрантов, отметила, что это самый хороший трудовой резерв на нашем рынке. Кыргызеры работают просто отлично, их реально с руками отрывают. Это было взято с репортажа с первой московской ярмарки вакансий для мигрантов. Конечно, вопрос интеграции – это отдельный вопрос, это отдельный процесс, который длится на многие годы, на многие этапы. Вопросы интеграции мы посмотрели именно в российское общество, потому что очень много мигрантов, 80% трудовых мигрантов находятся в России. Поэтому вопрос интеграции в российское общество очень актуален, но исследования показывают, что есть две группы. Если говорить об интеграции, это включенность, вживление мигрантов, принимающих отрасль. Мигранты каким-то образом должны быть встроены в социальную и культурную жизнь принимающую страну. Интеграция мигрантов подразумевает процесс, результат и политику в этой области. Процесс и результат тесно переключены друг с другом, а политика интеграции предполагает определенные законодательные, административные и экономические меры, обеспечивающие этот процесс. Конечно, в вопросах интеграции бывшим республикам СССР, выходцам из республик Центральной Азии намного легче, потому что у них все-таки есть много общего. Центр этнополитических региональных исследований Российская Академия Наук изучал вопросы интеграции мигрантов и среди представителей Узбекистана и Кыргызстана планирует связать свою дальнейшую жизнь с Россией на постоянной основе только 20-24%. Желающих планировать связать свою дальнейшую жизнь с Россией среди выходцев из Казахстана, Армении больше, чем наши. Большинство мигрантов из республик Центральной Азии приезжают с установкой на заработки и временное проживание. Поэтому группу мигрантов можно выделить на две группы. Одна группа включает инокультурных иностранных работников, которые нацелены на зарабатывание денег и временное проживание в России и не настроены встраиваться в социальную жизнь общества. А другая группа, в большинстве своих, владеющая русским языком, исходным культурным кодом, имеет намерение получить российское гражданство, оставаться в стране и вкладывает к этому усилия. Заметим, что первая группа доминирует и процесс интеграции именно в настоящее время для нее не откладывает. Для России крайне важно определиться с тем, что нужны ли ей мигранты. Потому что есть прогнозы, что в 2030 году численность трудоспособного населения до 40 лет сократится на четверть. Скорее всего, экономику будет остро нуждаться в дополнительных рабочих руках. И если это понимание придет в СМИ, если они уловят сигналы и изменят тональность, то подсутствует и население. Изменение отношения общества к иностранным гостям, мигрантам, кастерваторам нужно не только самим мигрантам, но также и самому обществу. Так как ксенофобия может рождать озлобленность и насилие, которые разрушают жизнь не только мигрантов, но и местного населения. Осознание необходимости притока мигрантов поставить в задачу привлечь желающих жить в России будут способствовать толерантности. И, конечно, интеграция мигрантов прежде всего связана с желанием самих мигрантов найти свое место в этой стране, с качеством их человеческого капитала, с готовностью принять нормы и обычаи новых соседей и отношения принимающихся в стране. Здесь немножко о статистических данных, приезжающих в Кыргызстан граждан России. Это новые данные. После полномасштабного вторжения России и Украины, граждане из стран Центральной Азии получили рекордное количество российских паспортов, несмотря на угрозу мобилизации и отправку в зону боевых действий. Выяснилось, что спрос на гражданство России остается высоким среди жителей Центральной Азиатской Республики. Из-за отсутствия других рынков труда они рискуют оказаться на фронте. Среди всех постсоветских республик только граждане Кыргызстана и Кыргызстана получили большее число российских паспортов за 2022 год. В 2022 году, по данным МВД России, российскими гражданами стали 174 тысячи каджикистанцев. За год их число выросло на 67%. Количество выдаваемых паспортов гражданам Кыргызстана также увеличилось на 22% и составило 23 тысячи человек. Как отмечает аналитик Комитета гражданской содействия Константин Троицкий, еще пять лет назад такого всплеска в выдаче российских паспортов не наблюдалось. Однако после того, как власти России смягчили условия получения гражданства, гораздо большее число людей из стран бывшего СССР могли получить российское гражданство. Вообще за годы независимости мигранты из Кыргызстана более 450 тысяч человек получили российское гражданство. По направлению внешней трудовой миграции второе место занимает Казахстан. Если 80% трудовых мигрантов направлены в Россию, то около 20% трудовых мигрантов направлены в Казахстан. В Казахстане основными сферами деятельности трудовых мигрантов являются строительная промышленность, торговля, предоставление услуг, кейтеринг, сельское хозяйство. В основном информацию о месте работы мигранты получают от родственников, соседей, друзей. И только 19% из СМИ, 25% от службы занятости. Министерство труда социального обеспечения миграции имеет несколько представителей в Казахстане. И в Казахстане работают часть высококвалифицированных кадров Кыргызстана, потому что высококвалифицированные молодые люди в основном выбирают работать в Казахстане, в Алма-Ате, потому что они в основном работают в сфере банковой системы и IT-технологий. Трудовые мигранты из Бишкека 40% имеют высшее образование, 60% среднее образование. Из Чуйской области 11% имеют высшее образование, 25% высшее незаконченное и 49% среднее образование. И, конечно, есть среди мигрантов очень много людей с неоконченным средним образованием. То есть в настоящее время есть такая тенденция, молодые люди после 9 класса уже не продолжают обучение и сразу уходят в миграцию. Около трети трудовых мигрантов заняты сезонной миграцией в Южном Казахстане. Около одной трети заняты свыше двух лет постоянно на одном месте. Теперь о денежных переводах в Кыргызстан. Денежные переводы, вообще сама миграция, трудовая внешняя миграция является особенностью экономики Кыргызстана, потому что, как мы уже отметили, денежные переводы мигрантов составляют 33% ВВП. По данным Национального банка Кыргызской республики, сумма денежных переводов Кыргызстана в 2022 году побила новый рекорд. За весь прошлый год в нашу республику и из других стран было переведено около 3 миллиардов миллионов долларов. По данным Национального банка, большинство переводов было совершено из России. Конечно, можно говорить о положительном эффекте, потому что люди в начале независимости Кыргызстана искали пути решения своих экономических проблем. И они нашли это решение трудовой миграции. Трудовая миграция является стратегией адаптации к рыночным условиям Кыргызстана и русских граждан. Положительный эффект миграции определяется, во-первых, снижением напряженности на рынке труда, сокращением уровня безработицы, бедности и значительными финансовыми поступлениями в республику. Но сильная привязанность к экономике Российской генерации может привести к упадку Кыргызского рынка. Во-вторых, трудовые миграции приобретают ценный деловой производственный опыт, овладевают новыми методами работы, новыми специальностями, достигают более высокого квалифицированного уровня. Особенно это касается строителей, инженеров, врачей. Они приобщаются к более передовым технологиям. Как накопленный опыт, знания, капитал позволили примерно 12% домохозяйств открыть свой бизнес в Кыргызстане. Здесь я хотела представить кейс для примера положительного эффекта трудовой миграции. Здесь в исследованиях женской миграции были рассмотрены положительные опыты женщин-мигрантов. Здесь опыт Анары. Анаре было 30 лет, 33 года, когда она опечала нам. Она, безусловно, была счастлива, потому что она имела свою семью. Хотя она вышла замуж очень рано, ей удалось закончить и получить высшее образование. И когда ей было 16 лет, у него изменились жизненные ориентации, жизненный взгляд, потому что умер любимый отец. И она думает, что жизнь слишком коротка, и нам нужно реально жить, а не просто выживать. И эта персональная философия сподвигла ее закончить университет, выйти замуж. И будучи самым молодым взрослым членом семьи, она отвечала требованиям своих старших членов семьи. Но психологическая травма, вызванная смертью ее двух детей, усилила ее страдания. И для нее эти условия оказались невыносимыми, потому что старшие требовали от нее услуг, ухода и так далее. И она мечтала уехать, но играться в кольских работах дала ей эту возможность. Она была русскоязычна, она образована среди своих членов семьи, она отвечалась и не вписывалась. Поэтому она хотела дальше расти. В итоге она уехала за границу и работала коваром. Ее поддержал муж. Она смогла пересылать достаточно денег на вслед домой, для того, чтобы ее близкие и родственники мужа более благосклонно относились к ее возросшей независимости. После приезда она могла отвезти Надь в отпуск в Турцию без сопротивления со стороны семьи ее мужа. То есть этот успех для женщин в качестве трудовых мигрантов является примером для других и иллюстрирует этот положительный опыт. Цитата из исследования. Это, говорит Анара, это было мое желание уехать со границы даже в качестве трудового мигранта и изучить новый рынок труда, заработать денег, изменить мою жизнь. Я сделала это. Мой муж поддерживал меня и смотрел за бедни, пока я работала бухгалтером России. Значит, этот положительный пример и другие кейсы успешных молодых людей дают возможность ориентироваться на трудовой мигрантов и миграцию других молодых людей. А что касается социальных отрицательных последствий трудовой мигранции, то нельзя сбрасывать со счетов и негативные последствия внешней мигранции. Это демографические, это негативные последствия для демографической ситуации в стране, для внутрисемейных отношений и для сохранения преемственности национальных традиций. В демографической ситуации в стране имеется проблема, потому что уезжают в основном молодые люди терпельного возраста. Хотя это не сейчас не чувствуется, но через 10 лет, через 20 лет это будет чувствоваться, потому что уезжают молодые и демографически население, качество населения ухудшается. Во внутрисемейных отношениях очень часто встречаются разводы, социальное сиротство. Сохранение преемственности национальных традиций это тоже отдельный вопрос, очень актуальный вопрос, потому что молодые люди, уезжая на трудовую миграцию, они получают очень много профессионального опыта, расширяется кругозор, они получают много информации. И сама рыночная экономика требует иных отношений к национальным традициям. Например, некоторые иммигранты уезжают для того, чтобы собрать деньги для строительства своего жилья, потому что если останутся в селе, они каждый месяц, каждую неделю ходят в какие-то мероприятия и у них денег не собирается. То есть это тоже обычная стратегия и тоже влияет на сохранение и преемственность национальных традиций. Мировоззрение молодых людей меняется. И очень большая актуальная проблема для Кыргызстана является социальная проблема детей-мигрантов. В Кыргызстане 11% детей в возрасте до 17 лет имеют одного родителя. По данным Министерства труда и социального развития, 72 тысячи детей были оставлены без присмотра. После миграции родителей дети остаются часто с родственниками, бабушками, дедушками, которые могут быть не в состоянии удовлетворить ответственности растущих детей, многих из которых помещают в интернатные утверждения. В Кыргызстане ЮНИСЕФ инициирует внесение опекунства на детей-мигрантов. Но этот вопрос еще обсуждается. В школах Кыргызстана проблемами детей-мигрантов занимаются социальные педагоги. В каждой школе есть социальные педагоги. Действительно есть очень много примеров насилия против детей-мигрантов. В Детегузском районе, например, из Сокольской области от побоев родственницы умер годовалый мальчик. Полуторагодовалый мальчик. В ходе мониторинга специалистами выяснилось, что мать мальчика развилась оттон, а сама уехала на заработки России, оставив своего ребенка родственницей. Родственницу водворили в СИЗО на 2 месяца на основании 104-й статьи УКК. У самой женщины дома остались 4 детей. Такие проблемы, такие случаи, к сожалению, часто встречаются в разных областях. И сотрудники местного управления социального развития не знали, что в этой семье проживает ребенок, и социальные службы никто не поставил в известность. Если посмотреть процесс миграции, динамику трудовой миграции, за 1991-2020 годы отрицательная сальва миграции населения составила 879 тысячи человек, или приблизительно 65 тысяч человек в среднем за год. На сегодняшний день за пределами территории Кыргызской республики проживает более 900 тысяч этнических кыргызов, в Российской Федерации около 400 тысяч, в Республике Узбекистан 385 тысяч, в Китайской Народной Республике около 200 тысяч, в Республике Таджикистан 56 тысяч, в Афганистане около 2 тысяч, в Турецкой Республике 3 тысячи человек. Общая численность этнических кыргызов, проживающих на территории республики, составляет свыше 35 тысяч человек, и за годы независимости, за 17-й год, 1506 этническим кыргызам прислали статус Хайралмана. И 40 помирских кыргызов проживают на Рынской области и получают образование утверждения в стране. Здесь мы хотим остановиться на численности постоянного населения Кыргызстана за этот год. Все население Кыргызстана составляет 7 миллионов человек. Из них 48% населения проживают в трех южных областях Харгызстана. До независимости в этих областях проживало 52% населения, то есть больше половины. А до независимости сокращается количество населения этих областей из-за трудовой миграции, и сейчас другие северные области составляют 52% общего населения Кыргызстана. В 2021 году в пятерку наиболее многочисленных этнических групп эмигрантов вошли русские 42%, кыргызы 29%, узбеки 8%, казахи 3% и татары 2%. Если посмотреть общее население Кыргызстана, 78% населения это кыргызы, 14% узбеки, 3,9% русские. Остальные дунгани, уйгуры, таджики составляют 1%, около 1% населения. То есть за годы независимости в Кыргызстане наблюдается моноэтнизация населения, как и в других исполняках Центральной Азии. Здесь показаны данные внешней миграции населения по национальности. Видно, что отток русских. Теперь остановимся во внутренней миграции. Во внутренней миграции тоже числится около миллиона человек. Миграционные процессы, протекающие в Кыргызстане, оказывают глубокое воздействие на многие стороны жизни кыргызстанцев. Сейчас очень актуализируется внутренняя миграция населения, которая характеризуется устойчивой тенденцией переселения сельского населения в городах. Поток внутренних мигрантов направлен в основном в крупные города республики Бишкек, Ош и Чуйскую область. Особенно активна межобластная миграция. Здесь видно, что очень много приезжает в Чуйскую область, в город Бишкек и в город Бош. Сельская местность республики теряет наиболее молодую, активную и образованную часть населения. Изменяется ее социальная и профессиональная квалификационная структура. Во внутренней миграции продолжают проявляться следующие тенденции. Миграция населения села в город, из региональных городов в большие города, из экономически слаборазвитых регионов более развитые. Сокращение численности населения в важных в стратегическом плане приграничных районах, богатых полезными ископаемыми, высокогорных районах традиционного ведения отгонного животноводства, препятствует их социально-экономическому развитию. А чрезмерная концентрация населения в территориально-экологических и инфраструктурно-коммуникационно ограниченных регионах ведет их к перенаселению, усилению напряженности на рынках труда и социальной безгармонии. Если посмотреть этапы миграционных процессов, уровень и характер миграционных процессов в Кыргызстане напрямую зависят от социально-экономического положения страны, а также от различных политических перипетий, о чем наглядно свидетельствует их история, которые можно разделить на несколько этапов. Вы видите этапы. Я разделила на шесть этапов, и каждый этап имеет свои особенности. Динамика внешней миграции, особенно высокий отток был в 1993 году, потому что за год уехали из Кыргызстана 120 тысяч человек. Затем уже меняется тенденция динамика, и в последующие годы внешняя миграция усиливается после 2005 года и в 2010 году. Теперь основные выводы по исследованию. Одним из важнейших условий стабильного существования гражданского общества является создание продуманной нормативной базы для правового регулирования миграции и обстройства миграторов. С учетом международных документов Кыргызской Республики разрабатывают и принимают законы, регулирующие миграционные процессы. Миграция людей вызывается объективным условием, стремлением людей найти лучшие жизненные условия. Задача правительства Кыргызской Республики состоит в создании организационно-правовых условий, создающих возможность для населения перемещаться как внутри страны, так и в другие государства, получать там работу, социальную защищенность с наименьшими материальным и моральным затратами. По разным оценкам, около 17% населения Кыргызстана живет за границей. Кыргызстан теряет молодое население трудоспособного возраста. Прежде всего, это человеческий капитал. Число женщин в рядах иммигрантов возросло. В настоящее время почти 47% кыргызских мигрантов в России – это женщины. С феминизацией иммиграционных потоков число оставленных мигрантами в стране детей также увеличилось. Несмотря на то, что трудовая иммиграция представляет собой возвратную иммиграцию, зачастую она превращается в безвозвратную. Большинство мигрантов занимаются низко квалифицированным трудом в стране назначения. И Россия остается приоритетным направлением для временной трудовой миграции. Макроэкономическая значимость денежных переводов возрастает во внутренней миграции. Нарастание стихийности миграционных процессов влечет за собой резкое ухудшение социально-экономического положения сельского населения и населения малых городов, которые теряют свою наиболее активную трудоспособную часть. Сложившие направления и масштабы внутренних миграционных потоков нарушают региональный демографический баланс и рациональное распределение населения по территории страны. Сокращение численности и состава населения стратегически важных регионов ограничивают трудоресурсный потенциал развития агроного сектора экономики республики. И чрезмерная концентрация населения в столице в отдельных центрах, имеющих социально-экономические, территориальные и инфраструктурные ограничения, ведет к их перенаселению и усилению социальной напряженности. Трудовая миграция в условиях единого рынка ЭАЭС стала стимулирующим фактором для экономики всех членов Альянса. Правительство Кыргызстана считает, что трудовая миграция является положительным фактором снижения безработицы и снижения социальной напряженности. Это позволяет гражданам покидать свою страну, чтобы работать и поддерживать своих семей. Принимая во внимание проблемы, с которыми сталкиваются мигранты в принимающей стране, можно сделать вывод, что государством, членам ЭАЭС еще предстоит проделать большую работу по совершенствованию управления миграционными процессами. Здесь уже есть конкретная рекомендация в сфере внешней трудовой миграции и регулирования внутренней миграции. Я думаю, что вы ознакомитесь по презентации и если позволите, я на этом заканчиваю. Огромное спасибо вам за действительно прекрасное выступление. Я скажу, что действительно все вопросы, которые были вводной части как раз мной озвучены, они с моей точки зрения получили какое-то раскрытие. Спасибо вам за хорошую статистику, которая тоже подтверждает ваши позиции. Для того, чтобы я смотрю пока вопрос, я вижу вопрос у нас Айна Гуля Респаевна. Большое спасибо за зрительную лекцию. Скажите, пожалуйста, как отразилась российско-украинская война на миграционных процессах, каковы тенденции? По-моему, вы ответили, по-моему, косвенно этот вопрос. Ну, пожалуйста, ответьте. Влад Шалзимович, это был вопрос? Да, это был вопрос, да, как отразились, вы слышали, да, вопрос, как отразились российско-украинская война на миграционные процессы? Да, действительно, политические события в России повлияли на миграционные процессы, потому что, если до этого мы говорили, что только продовые мигранты едут в Россию, то в последнее время из России в Кыргызстан стали приезжать россияне, российские граждане, но они указывают цель приезда, туристические цели. Их число повысилось на 68%, с их приездом в Бишкеке и Найсукуле выросли цены на аренду жилья, потому что количество действительно, конкретное количество не могу указать, но их было много, и аренда жилья в Бишкеке, если раньше было 20-25 тысяч сомов, то после приезда россиян возрастало до 45-50 тысяч сомов в месяц. И как я отметила в своем выступлении, даже частичная мобилизация в России не повлияла на получение гражданства, российского гражданства нашим соотечественникам. И как я отметила, количество получивших гражданства России намного больше, среди них больше таджикистанцев. 23 тысячи таджикистанцев и 174 тысячи таджикистанцев. Значит, нет, это было из-за необходимости, нет других рынков труда, поэтому даже угрозой попадания на фронт они получают гражданство. Их количество увеличилось за 5 лет очень быстро. У меня в продолжении сразу вопрос есть. Вы сказали, что я действительно тоже смотрел данные Всемирного банка, что ВВП увеличилось особенно по Таджикистану и Кыргызстану, резко увеличилось в 2020 году. И действительно удивительно, что в условиях экономического кризиса в России и войной, изоляции определенной, то возникает вопрос, каким образом на каких основаниях происходит это увеличение. Возможно ли это связано с тем, как вы сказали, увеличился поток трудовых мигрантов и естественно если увеличивается поток мигрантов, естественно увеличивается поток денежных ресурсов. И в этом плане из каких регионов в основном двигаются мигранты из Кыргызстана? Есть данные? Да, есть такие данные. Когда мы начали изучать миграционные процессы в Кыргызстане, очень много мигрантов были выходцами из южных областей Баткенской, Яловацкой и Оржской. Если 86% трудовых мигрантов, то почти 90% были выходцами из южных областей. и то, что в 2022 году выросли переводы денежных мигрантов до 3 миллиарда долларов и ВВП Кыргызстана сразу увеличилось на 33% из 30, а Таджикистана на 47%. Вообще внешне трудовая миграция является особенностью экономики Кыргызстана, потому что 30% ВВП в советское время составляло промышленное производство, а сейчас это составляет денежные переводы мигрантов. И, конечно, денежные переводы увеличились в связи с тем, что увеличился поток мигрантов. Как я уже отметила, в 2022 году в Россию мигрировали около 2 миллионов 1,7 миллиона человек, из них около миллиона человек из Кыргызстана. Конечно, увеличилось число трудовых мигрантов от 700 тысяч до миллиона и, конечно, увеличилось отправление денежных переводов в Кыргызстан. Спасибо большое. Есть ли вопросы? Харича? Так, на мид, по-микасу, не слышно вас, Харича. Харича, не слышно вас. у вас, нажмите, нажмите с левой стороны. Где микрофон? Не слышно. Не слышно. Не слышно, да? И еще я хочу добавить, Влад Шазинович, можно еще добавить? Пожалуйста. Можно добавить? Да, пожалуйста, пожалуйста. К своему выступлению я хочу еще добавить. В настоящее время одно из наиболее интенсивно развивающихся областей с точки зрения научного изучения в рамках миграционных исследований является образовательная миграция. Во многих странах мира образование давно является стратегическим ресурсом, который использует и в который инвестирует правительство государств и частный бизнес. По последним данным индекса интеллектуальной миграции наименьший уровень интеллектуальной миграции демонстрирует Казахстан и Туркменистан. Самый высокий уровень у Кыргызстана. Некоторые страны имеют значительный потенциал для подготовки кадров, но не всегда могут их удержать. Многие молодые люди уезжают за границу, у них одна цель образования. Таких молодых людей в последнее время их число увеличивается, они готовятся к этому процессу заранее, в школе и в Казахстане работает программа Булашак и они отправляют своих талантливых молодых людей, но они возвращаются, возвращаются в Казахстан, работают в Казахстане, получают достаточную заработную плату за свой высокий калифицированный уровень. В Казахстане такое не наблюдается, поэтому самый высокий уровень у Казахстана 6,7%. И выступая на встрече с бизнесменами в январе этого года, Касамзимар Токаев отметил, что они будут переориентировать программу Булашак в техническую сторону. И мы будем отправлять наших молодых людей на учебу, в том числе в Россию, а может быть и в первую очередь в Россию. Потому что Булашак каждый год отправляет своих молодых людей, их число увеличивается, около 5 тысяч киркестанцев каждый год поступает в высшее учебное заведение Российской Федерации. Спасибо огромное. Харича, вас не слышно. Вы на мюд нажмите, пожалуйста. Вот вас, по-моему, мюд не слышно. Не слышно. Не слышно, честно говоря, да. Видимо, когда техническая проблема, да, это у меня тогда пока я вижу, что пока вопросов нет, я хотел бы задать следующий вопрос. Вот вы говорите, я с вами абсолютно согласен, что идет миграция также и в плане системы образования, и миграция также и позитивно влияет на рост профессиональных навыков, да, трудовой деятельности, также и в системе образования, я знаю, что есть много программ образовательных, когда молодежь выезжает, конечно же, то, что вы отметили, возврат этих интеллекту, этого образовательного ресурса, человеческого ресурса, он невысокий, но, видимо, это связано также с возможностями того, чтобы возвращение, чтобы их знания, навыки были востребованы, это тоже одна из всей работы. У меня вот вопрос следующий, другого характера, мы знаем, что есть какой-то определенный процент, если, конечно, у вас есть эти данные, какие социальные группы выезжают в основном, ну, как бы выезжают, и есть ли в этих социальных группах профессиональные, высококвалифицированные специалисты, и что происходит с ними, какова дальнейшая судьба этих высокопрофессиональных специальностей, которые выезжают из Кыргызстана в страны приема, и не происходит ли, есть ли какие-то данные у вас о депрофессионализации, то есть не профессионализации, да, а депрофессионализации, когда мы знаем, что, значит, есть такая тенденция, когда многие профессионалы выезжающие как бы занимаются не своим трудом в силу определенных обстоятельств, да, там, законодательных и так далее, и вот что вы можете сказать вот именно по данному вопросу, связана это ли законодательная система или связана с тем, что эти профессиональные навыки не востребованы в странах приема? спасибо спасибо за вопрос очень интересный вопрос действительно интеллектуальная миграция утечка умов есть во многих странах и в Кыргызстане тоже вот высококвалифицированные кадры которые получают не получают достаточную заработную плату они ищут себя в других странах ищут в других странах это самые активные мобильные и высококвалифицированные специалисты они находят такие места находят соответствующую работу и они без каких-то трудностей интегрируются в те общества принимающие страны потому что они готовы они открыты они знают языки поэтому вот конкретный процент именно высококвалифицированных кадров которые уезжают из Кыргызстана у меня нет но есть такие данные что трудовые мигранты которые работают в России из них 13% это официальные данные 13% люди с высшим образованием и 9% с незаконченным высшим образованием мне кажется это официальные зафиксированные данные а на самом деле людей с высшим образованием среди трудовых мигрантов очень много потому что престиж высшего образования среди кыргызской молодежи среди молодежи Кыргызстана очень высок потому что есть такая ценность даже семья бедная люди обычно обучаются дают высшее образование престиж высшего образования сохраняется до сих пор некоторые люди заканчивая высшие учебные заведения имея даже в некоторых случаях несколько дипломов из них несколько красных дипломов уезжают потому что не находят сферу вложения своего труда и уезжают многие айтишники программисты работники сферы банковской системы финансисты экономисты направлены в Казахстан почему потому что они хорошо знают рынок труда Казахстана Алматы общаются есть положительные кейсы своих родственников поэтому они работают во многих случаях в ближайших странах из них в Казахстане в России есть молодые люди которые имеют огромный успех в Европе в различных крупных компаниях мира есть такие единичные случаи конечно таких молодых людей мы ставим пример и сами наши молодежь студенты иногда выходят с ними на связь и мы проводим встречи с ними и мы даем возможность студентам получать положительный опыт миграции не только отрицательный а положительный опыт миграции через образование через повышение квалификации через повышение своего кругозора деятельности и других ориентаций тоже спасибо большое пожалуйста вопросы есть по-моему вот сейчас Харича сейчас должна тоже войти не слышно не слышно но еще хочу добавить за последнее время направление миграции немножко изменилось например когда мы говорим о нижней трудовой миграции мы раньше говорили в первую очередь Россия на втором месте Казахстан и другие страны с кем есть трудовые соглашения или соглашения с частными центрами занятости это была Корея Южная Корея Германия Турция и так далее но в последнее время есть такая тенденция очень много молодых людей уезжают в Америку я посмотрела денежные переводы из России составляют 90% денежных переводов мигрантов они составляют около 3 миллиардов долларов переводы из Америки уже составляют около 40 миллионов долларов это большое большое количество потому что до этого во втором месте стоял Казахстан сейчас уже на втором месте стоят переводы денег из Америки поэтому очень много молодых людей уезжают в Америку Чикаго например говорят больше 30-40 тысяч кардовских ребят которые во многих случаях работают водителями траков друг другу помогают есть там целые кварталы где живут кардовские иммигранты они очень честно общаются друг с другом и они друг другу помогают и конечно в этом помогает конечно социальная мобильность своих самих мигрантов образование навыки которые они получили в Кыргызстане они могут реализовать там то есть они заранее подготавливаются к этому если в Россию уезжают без подготовки без знания языка сразу после 9 класса даже не приезжая в Мешкек, Оши и другие города они сразу приезжают в Москву или другие мегаполисы поэтому у них культурный шок у них проблемы с языком и из этого другие последствия другие проблемы которые они встречают там но более подготовленная часть молодежи уезжают в Европу в Америку и в другие страны где есть такие связи например в последнее время очень активно наши молодые люди студенты уезжают на сезонную миграцию в Турцию в Турции как я сказала 30 тысяч около 30 тысяч официально зарегистрированных мигрантов а кроме этого каждый год с апреля до октября там находится много тысяч наших студентов потому что они уезжают на сезонную трудовую миграцию там проходят некоторые производственную практику и за за 3-4 месяца они зарабатывают для своих контрактов помогают своим семьям и поэтому работодатели из Турецкой и из других стран дали такую рекомендацию Министерства образования Кыргызстана как бы изменить изменить семестр раньше закончить семестр чтобы студенты могли работать уже с мая по сентябрь потому что работать 3 месяца это невыгодно если они будут работать хотя бы 4-5 месяцев они зарабатывают около 3,5-4 тысячи долларов сейчас очень активно мигрируют на сезонную миграцию студенты молодые люди в Германию потому что Германия это единственная страна в Европе с которой мы имеем такое трудовое соглашение трудовой договор и студенты которые знают немецкий язык более-менее знающие немецкий язык они направлены в Германию потому что они получают навыки общения с немцами приобретают опыт работы в различных сферах услуги и возвращаются и на следующий год опять планируют и этот положительный опыт заряжает других студентов тоже и количество желающих уехать в Германию с каждым годом увеличивается спасибо другие страны например Саудовскую Аравию тоже требуется определенная подготовка потому что нормы поведения исламский шариат и законы отличаются поэтому сюда едут только по трудовому контракту заранее определенные квоты в основном требуется работа то есть супружеская пара водитель и домработница в основном туда молодежь не очень приветствует не очень зовут и одиноких женщин без семьи тоже не очень хорошо воспринимают в основном вот так в Южную Корею с самого начала независимости отправляли людей частная компания занятости Эльдорадо они очень хорошо работали тоже есть очень много положительных кейсов потому что они уже здесь в Кыргызстане готовили мигрантов обучали языкам обучали законам Южной Кореи и они уже были подготовлены но в последнее время наши мигранты требуются только для сельхозработы Южной Кореи спасибо вам у вас вопросы я вижу один вопрос я разливаю на два на СИК вы видите направление меняется за политические договоренности стран принимающих страны и дальше пишет раньше мусульманским кыргызам раньше мусульманским кыргызам трудно было уехать в США а сейчас выезжают лояльность это или что вопрос за последнее время очень много примеров уезжающих молодых людей через Мексику очень рискуют но в процентном соотношении их очень много но есть такая статистика но конкретно я не могу сказать сколько людей но очень часто молодые люди выигрывают грин-карт по грин-карту уезжают семьями мусульманскими семьями и люди другой национальности но они тоже заранее готовятся к отъезду и очень хорошо готовятся конечно соглашения междустарственные соглашения тоже влияют на это последнее время вот именно в Америку уезжает очень много молодых людей это говорит о том что есть сфера приложения труда есть спрос на рабочую силу поэтому информацию в основном молодые люди берут друг от друга у родственников у знакомых иногда эти молодые люди не знают о некоторых соглашениях межгостарственного значения они больше верят своим родственникам и своим знакомым поэтому здесь конечно межгостарственное соглашение тоже влияет но в основном влияет положительный опыт этих меграторов положительный опыт предыдущих меграторов да возврат возврат квалифицированных специалистов квалифицированных специалистов от молодых специалистов которые выезжают на учебу когда они возвращаются есть ли какие-то позитивные примеры которые показывают как вот эти навыки позволяют сделать какое-то продвижение в сторону социально-экономического инноваций и так далее в Кыргызстане в Кыргызстане в первые годы независимости была программа кадры 21 века и через эту программу проходили очень много талантливых очень образованных молодых людей которые обучались по этой программе за счет государства они были направлены но многие из них возвращаясь не находили место приложения труда почему потому что такая высокая квалификация и образовательные стандарты тоже немножко отличаются квалификации которые они получили они не могли применить в Кыргызстане в некоторых случаях потому что этому препятствовали коррупции устройства на работу по знакомству или по другим каналам это молодые люди которые обучались получили высокое образование не воспринимали и уезжали назад или уезжали в другие страны где их труд оценивали но в последнее время в правительстве в государственных органах управления очень много молодых людей которые получили высокие образования в Кыргызстане и применяют свою свое образование для развития Кыргызстана для управления Кыргызстана и конечно они получили очень много много инновационного информационного которые они собираются внести в Кыргызстан внести в развитие Кыргызстана есть такие случаи их очень много спасибо огромное я думаю на этом мы завершим я прежде всего хотел бы поблагодарить вас за действительно прекрасную содержательную и очень разностороннюю вы смогли вот в сжатый период времени осветить вопросы не только демографический характер различных форм миграции но и показать и политический и социально экономический и культурный и образовательный и в этом плане конечно же и даже же вы охватили помимо всех этих вопросов также проблемы сталкиваются видимо не только Кыргызстан но и Центральной Азии это изменение социально-семейной структуры социальной структуры которая помимо позитивных сторон безусловно любая миграция она имеет свои очень много позитивных стороны это обмен обмен социальным опытом культурным опытом естественно этот опыт он является очень позитивным но в то же время вот печальные как бы сказать данные относительно того что на уровне семейных форм происходят такие серьезные драматические разрывы страдают конечно же дети и это очень печально потому что это все-таки дети это тоже наш потенциал и отношение к детям вот таким семьям это тоже видимо является тем вызовом который стоит перед обществами государственными институтами чтобы поддержать их и очень интересные данные относительно того что изменяется социальная роль женщин что они приобретают определенный экономический статус определенные ресурсы которые позволяют даже возможно менять какую-то обстановку и менять социальной нормой внутри это очень интересные примеры то что вы дали и то что мужчины как бы воспринимают это уже как норму то есть они уже не воспринимают его достаточно жестко это говорит тоже по-видимому позитивных изменений и включение такого капитала как женщины в этот образовательный культурный экономический контекст что является очень важным поэтому я есть масса конечно я думаю что многие у нас не смогли включиться потому что все-таки вебинар у нас вы понимаете что она имеет свои определенные границы нежели чем зум но безопаснее поэтому но тем не менее спасибо это ваше выступление будет в ютюбе она будет у нас лекция с записью и конечно же будет публикация мы сейчас тоже собираемся все это публиковать у нас уже публиковано вам еще раз огромное спасибо всем участникам спасибо Харича я знаю что там технические проблемы но спасибо ваше присутствие является самым важным удачи вам огромное спасибо Айна Гул я думаю что мы обязательно будем продолжим с вами тем более мы с вами уже достаточно серьезно работаем и по программе магистрская и вы наш самый как бы древний партнер самый первоочайный партнер 99-го Горбаева спасибо вашей администрации за поддержку за поддержку и передайте обязательно мы очень ценим и надеюсь на наше будущее сотрудничество всем спасибо удачи до встречи спасибо спасибо до свидания всем спасибо до свидания